Я начинаю свое вступление с полезных советов. Не позволяй себя обманывать плохим людям, ведь вокруг столько хороших. Смейтесь над шуткой до тех пор, пока не поймете ее смысла. Не смотри дареному коню в зубы. Ну, сам подумай. Если бы у него был во рту хотя бы один зуб, кто бы тебе его подарил? Русский язык – богатый язык, но обращаться надо с ним бережно. Если это не происходит, вот что получается. Несколько примеров. Неправда. Будто бы вчера я обозвал свою соседку последними словами. Если понадобятся, у меня такие еще есть. Я своими глазами видел, как Сенька Хромов выскочил из конюшни и голопом промчался мимо меня, сидя в седле. Но вот сказать, был ли под ним конь, не могу. Чего не видел, того не видел. Теперь все о спорте. Юношеский хоккей. У игрока юношеской команды «Светлячок» Вячеслава Петрунина чуткое и отзывчивое сердце. Стоит ему только услышать с трибун шайбу, шайбу, как он в ту же секунду точным и мощным броском посылает шайбу в руке того болельщика, которому она так срочно понадобилась. Привычка вторая натура. С Агриппиной Савельиной Кучкиной часто случается такое. Вдруг встанет она с дивана, подойдет к двери и, убедившись, что никто не ходит, быстро прошмыгнет на кухню, опустит стоящую на плите кастрюлю с супом всю пачку соли и тут же вернется к себе в комнату, каждый раз забывая, что вот уже второй год она живет в отдельной квартире одна. Я хочу высказать одно пожелание. Пусть каждый человек живет не только на зарплату, но и на радость другим людям. Спасибо.